Ну и еще об общественности. Правда, в Германии, в Берлине десятки тысяч людей наводнили коридоры власти. Здесь прошел ежегодный день открытых дверей. В конце августа их распахивают настиж практически все органы власти, от ведомства, канцлера до спецслужб. Константин Гальденцвайк тоже заглянул и впечатлился. Та самая ковровая дорожка и тот самый оркестр. На этом фоне в протокольных съемках, как правило, двое. Меркель и очередной высокий гость. Гостей в этот день несколько тысяч. И каждого хозяйки хорошо бы поприветствовать. День открытых дверей в немецком правительстве ежегодный и обязательный ритуал. Ни угроза терактов, ни рухнувший рейтинг. Ангелу Меркель и в этот раз отхождения в народ не отвадили. В экскурсию по ведомству канцлера не входит разве что ее служебная квартира. Меркель, впрочем, в ней не живет, предпочитая обычную. А вот в святую святых зал заседаний Кабмина. Пожалуйста. Перед началом заседания правительства сюда впускают фотографов. Эти прожекторы включают на первые минуты приветствия для протокольных кадров. Если прожекторы гаснут, это знак для прессы. Пора покидать помещение. В помещении этим вечером едва контролируемая секьюрити-фотосессия. Народные селфи с канцлером. В пику желающим отгородить страну от непрошенных гостей, к Меркель на сей раз пригласили будущих граждан Германии, беженцев и нынешнего героя. Сына мигранта из Ганы, звезду немецкого футбола Жерома Буатенге. Когда я вижу, как он в припрыжку носится по полю, защищая ворота, о господи, наверное, только оказавшись у мяча, можно представить себе, каково это так выкладываться. Народ хочет знать, и правительство каждый год должно отвечать. Какого цвета коридоры власти? Под чем ремонт в кабинете министров? Что в лимузине первого лица? И можно ли нашей девочке на ваш мотоцикл? Сегодня можно все. Тут заглядываешь за кулисы собственного правительства. Например, график канцлера на неделю. Чем, когда она занимается, куларные снимки с ней. Несекретные документы, что кладет на стол канцлеру, ее пресс-служба. Подарки от премьеров и президентов. Вот сервис от Дмитрия Медведева. От личного каллиграфа главы правительства сегодня в визитке ручной работы для простых смертных. В самой режимной зоне у вертолетной площадки. Теперь лежаки для отдыхающих. Если лежать наскучит, можно и постоять за трибуной Ангелы Меркель. Только вид посерьезней. Атмосфера все-таки не та. Все это кажется ненастоящим каким-то. Одно дело у трибуны позировать, а другое с нее выступать. Во избежание превращения всего правительства в Диснейленд, уже в самом делешные министры два дня к ряду и все до одного отвечают на вопросы электората. Такую прямую линию не срежиссируешь. Министры юстиции, например, донимают обычные дети. А вы вообще хорошо получаете? Это очень опасный вопрос. У нас, министров, хорошая зарплата. Ведь нам приходится много работать с людьми, зарабатывающими еще больше. Тут же и чья-то мама с бумагами по личному делу. И попробуй ей откажи. Россиянку Элу Голубеву за годы, проведенные вдали от родины, эта открытость высших чиновников удивлять перестала. Дети, ведь это же будущее государство. Они учатся, у них останется это в памяти. Они учатся не бояться министров. Ведь мы живем в одном государстве. Они работают для нас, для людей. Это детские истины. Однажды для любого министра и президента настаёт пора освободить кабинет. Ну, хотя бы на вечер. Сегодня там тоже экскурсии. Я немного прибрался у себя в бюро. Так аккуратно оно выглядит далеко не всегда. А почему бы народу не взглянуть на рабочее место министра? Мы демократически избранные политики, нанятые людьми на время. И они вправе убедиться, что трудимся мы в обыкновенных условиях. Это новая штаб-квартира немецкой разведслужбы БНД. Интерес колоссальный. Очередь растянулась до самого конца улицы. И это неудивительно. Представьте себе день открытых дверей, ну, например, на Лубянке. Но у немецких разведчиков всё оказалось лучше не только с гостеприимством, но и с чувством юмора. Здесь же можно приобрести и секретные документы БНД. Впрочем, уничтоженные в шредере и спрессованные вот в такие рулоны. Кого здесь допрашивали, какие шифровки слали в центр, нам в итоге не узнать. Зато деньги, полученные от продаж этих секретных файлов, обещают сами разведчики, пойдут на поддержку детей, больных раком. Сам комплекс пока что пустует, но перед проходом внутрь всё равно строжайший инструктаж. От гида не отставать, фотоаппарат не брать, тем сильнее любопытство. На возведение будущей штаб-квартиры ушёл миллиард с лишним евро. К примеру, на искусственные пальмы. И это не антенны, уверяют сотрудники в штатском, а произведения искусства и чиновничьей самоиронии. Для нас тут главная сложность в сохранении равновесия между, с одной стороны, секретными методами, которыми, как и всякая разведка, мы пользуемся, а с другой, возросшим интересом общества к тому, чем мы занимаемся. Площадь циклопического здания 35 футбольных полей. Эти рекорды, впрочем, после разоблачения от Сноудена, о тотальной якобы слежке БНД за согражданами, у сограждан радости не вызывали. Вот и пришлось, признаются разведчики, позвать налогоплательщиков в гости. Благонадёжных здесь же приглашают на работу. Мне было бы и самому интересно понять, что это они вдруг такие открытые стали. Ещё лет 20 назад БНД была сплошной тайной. Моя дочь, которая здесь работает, не могла об этом говорить вслух. Ну что же плохого? Решили устроить себе немножко паблисити перед выборами. До выборов в Германии остаётся год. Пойдёт ли на них снова Меркель, неизвестно. Но интриги сегодня тут нет. Действующие лица в этих интерьерах могут и должны меняться. А одно неизменно. Попасть к ним на этот приём всё равно вправе каждый. В Берлине так заведено уже 17 лет.